всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ну что ребят поговорим с вами о канале ольга уралочка лайф и обсудим новый влог торт без выпечки из простого печенья любимые манты мужа и говорила уралки выйдет видеоролик с мантами ну что ребят начале видоса реклама и реклама опять изи клина опять уралка отмывается собрала всего лишь три вещички рубашка поди которая уже мало обдугани возможно та которая в зале у нее и висит ну и дальше какой-то полотенце потом какая-то футболка якобы которую вымазал обдугани хотя не знаю что там за пятно может быть кляксу эту уралкой сама поставила для того чтобы было что отстирать ну и опять ребят посуда горы вилок и ложек я в шоке вот как может быть столько грязной посуды я имею ввиду это ложки и вилки неужели их нельзя сразу помыть нормально тщательно ведь вода горячая есть и даже не нужно моющие средства если сразу все вымывать но ежели только них засирают до такой степени и грязными руками берут эти вилки и ложки я не знаю но судя по сарафану как он ест руками потом хватается за вилки и ложки то понятное дело что там они поэтому такие и грязнющие кстати ребят хочу отметить что ссылка на покупку изиклина присутствует а вот маркировки нет до маркировки я не увидела на дзене маркировки я не увидела на ю тубе короче опять чё то они там хитрят с этой рекламой везде маркировка присутствует а сегодня как раз таки почему-то нет ну и после того как отстиралась уралка и отмылась и все очень очень хорошо отстиралась и отмылась да уралочка решила приготовить тортик да тортик тортик значит и из печенья и опять этот тортик любимый будет для обдуганьи но обдуганьи же любит тортик с крекеров тоже со сметаной и с бананами поэтому тортик с другого печенья тоже возможно станет его любимым все для любимого мужа и любимого пасынка ну для муша манты а для пасынка тортик себя любимую она тоже не обделит но она же когда смазывала эти коржи обильно заливала слоем сметаны приговаривала что все для себя любимых ну действительно сказала что это пятница обдуганьи у репетитора хотя когда обдуганьи дома нет он либо у репетитора либо в школе других вариантов нет а но еще и в екатеринбурге но екатеринбурге как оказалось обдуганьи был больной с температурой сначала его оставили дома и поехали в ресторан и не взяли его потому что он заболел а потом почему-то он оказался екатеринбурге каким-то таким чудесным прям образом ну в общем уралкам клепала тортик опять же применяла свои словечки да из своего словарного запаса ну вернее там у нее он настолько скудный отсутствует словарный запас да но уралочка сказала что она все равно так будет говорить а если кому-то не нравится и кто угонится за грамотностью это надо на другой канал но сапа сафар добавил там и грамотность и абсер замечательно сарафан но действительно мы же грамотным да ну а абсер это ты можешь себе обеспечить от уральского хрючево особенно от такого количества сметаны им да еще с бананчиком и шманскими печенюшками значит когда уралка все это собрала да под названием торт хотя не знаю что это за торт уже могла бы сказать какой-то десерт да ну точно не торт ну и дальше присела лепить манты сначала она там стругала мясо дуню угощала сарафан аж дрожал чтобы много ей и не давала но уралочка беспокоилась чтобы опять зрители ничего не сказали по поводу мяса ну потому что мясо они не жалеют дуне а отварное она не ест а только исключительно сырое дальше от лука она нарыдалась вы знаете говорят что без ты же и глаза не плачут но уралки оказывается плачут похоже это точно не от лука ну сарафан ржал как полоумный постоянно и кстати уралка опять чуть не устроила палево практически устроила когда она переживала что сахара не хватит для сметаны до чтобы залить все это печенье она говорит ну я в общем якобы сахар не ем да ну типа что сахара у нее всегда надолго хватает ну и тут сарафан понял что ну ты же типа якобы ни одна по сценарию у нас семья и говорит а я говорит кофе не пью ну не из-за того что пост и я его не пью можно в пост пить кофе но просто потом якобы пить хочется короче отмазал урал очку ну дальше она уже сидела лепила манты сарафан как я уже говорила ржал просто как полоумный ну понятное дело чего его так веселила ничто сафар чека не может так развеселить как за губой волшебная конфетка и сразу настроение подымается и по делу и без дела ржет и ржет прям бесконечно да ну и уралка нам говорила в телеге что сафар помогает раскатывать сафар прям руку показывал свою что вот но чё руку он нам показал и что эта рука не раскатывала нам только показали руку и чё-то я не заметила чтобы сарафан чё-то там помогал уралочке надо было штатив поставить усесться вдвоем за стол и работать в четыре руки и показать мастер-класс ну или дал бы камеру уралочки пусть бы снимала сарафан чека как он тоже трудится на самом деле ребят он ничего не делает целыми днями только и дело что камеру держит ну и тычет как я уже говорила в своем предыдущем обзоре пальчиками в экран дабы почистить все комментарии ну и короче уралочка значит им похвасталась что вот прям три эти кастрюльки да уже наполнили мантами и значит что сарафан вот попросил прям много много приготовить ну чтобы потом еще ночью поесть ну по сценарию же они там день и ночи вместе прям находятся все втроем в резиновой однушке ну и насколько я понимаю там не только питаются с кормушки уральской сарафан обдугани и уралочка там есть кому все это сжирать но по-другому ребят понять невозможно я даже представить не могу что можно столько сожрать сколько они готовят причем каждый день столько жрачки элементарно невозможно съесть но у них каждый день новое хрючево все больше и больше порции ну и короче уралка опять же да она запуталась когда говорила что пятница она даже спросила у сарафана какой день а потом говорит пятница поэтому ребят я не исключаю что видеоролик может быть снят раньше ну а может и нет срочным образом наснимали мы вместе я тоже на месте короче ребят ну такое себе опять получается ни о чем одна жрачка на уме круглые сутки еда еда еще раз еда этот пол скоро треснет между плитой и столом уже такой скрип просто раздается что мне кажется что скоро он не выйдет выдержит хорошо слушайте что они на первом этаже живут а так бы страшно представить было соседям каково было бы если бы они наверху жили сарафан сказал что уралочка так быстренько готовит манты что можно открывать производство слушайте там перерабатываются они быстрее чем лепятся заглатываются и залетают в топку только так поэтому там уже точно не до производства мы успевали готовить все же молотится одним махом ну и короче ничего больше ребят интересного нам не рассказали но только пообещали что будет еще мог банк они будут снимать мог банк и торт этот они покажут в разрезе на дзене ну и почему то сказали по поводу мукбанка что будет на дзене видимо уралка уже запуталась все перепутала хотела сказать про торт на дзене а сказала про мукбанк ну а может быть и мог банк на дзене странно почему тогда не на ютубе короче ребят одна сплошная жратва круглые сутки день и ночь день уралка жрет ночь сарафан жрет ну хотя я сомневаюсь сомневаюсь ребят на процентов 90 что он держит пост это как по мне самая обычная показуха лишь бы показать какой он святоша хотя на самом деле ребят не по посту судят человека насколько он истинный мусульманин а по сарафану разве можно это сказать да нет конечно же сколько грязи из его рта льется как раз таки в момент поста просто порой слушаешь и слов нет в общем мои хорошие пишите пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока